Добрый день, дорогая Церква! Разбачите вас, витаю всех! Слава нашему Иисусу Христу! Мне выпала такая честь поделиться с вами Словом Божьим. В последнее время у меня много общения идет с братьями на тему ослужений и на тему, кто нам близкий, кто мне брат во Христе. И много идет рассуждений. И вот я молился. И Бог мне показал притчу, всем довольно-таки известную, которую я хочу с вами сейчас поделиться ей, разобрать вместе. Это притча о добром самарянине. Это Луки, глава 10, 25 стиха по 37 стих. Я сейчас с вами зачитаю ее вместе, чтобы немножко вспомнить ее. И вот один законник встал и, искушая Иисуса, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь? Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты, – отвечал, – так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. «Случайно той дорогой шел один священник, и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит был на том месте, подошел посмотреть и прошел мимо. Некий же самарянин, проезжая, подошел к нему и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возлил масло и вино, и, посадив на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, выгнул два динария, дал содержателя гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и, если издержишь, то более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Когда из этих троих, кто из этих троих, думаешь, ты был ближний, попавшему разбойником?» Он сказал, «Оказавший ему милость», тогда Иисус сказал ему, «Иди и поступай так же». Здесь первые два героя – это священник и левит, служители. Это служители храма, левиты, как вы знаете, в Ветхом Завете. Они служили в храме, они или пели, или прислужили, но они были служителями. Они занимали почетное место в Израиле. Это были почетные люди, которые шли по своим делам, они шли проводить служение. И они увидали человеку, который нуждался в помощи. Они посчитали, что их служение в храме важней для Бога. И то, что кому-то плохо, им было это неинтересно. Они решили, что им они важней там, где их ждет публика, где они будут вести служение, там, где они привыкли, что их уважают, их почитают. И они о своем ближнем не подумали. Иисуса таких сказал служителям, что это гробы покрашенные, которые снаружи, они красивые, а внутри ничего нет, внутри гниль. В этом сердце, когда у человека в сердце нет любви Божьей, когда нет любви к ближнему, то все это тщетно, это служение, которое он ведет, которое он любит выступление, если человек. Если человек любит показаться на людях, чтобы его уважали, чтобы его почитали, чтобы на него смотрели, Богу это не нужно. И Иисус об этом сказал в этой притче, что служение это то, когда мы служим людям, которые нуждаются в нашей помощи. Это служение, которое нужно Господу, который Иисус в этой притче сказал, что служение самое важное, это помощь близкому Твоему. Самарянин, который помог еврею, эти люди, евреи и самосевреи, иудеи и самаряне, не общались между собой, самаряне считали как бы нечистыми людьми, с ними не считались евреи. А самарянин, который еще мимо, помог. И это Иисус подчеркнул. Первое подчеркнул Иисус то, что в Божьем народе не существует ни африканца, ни русского украинца, ни китайца. Мы все Божий народ, и мы все в Иисусе Христе едины. У нас не существует никакого различия. Это первое, что показал Иисус. И еще служение, это то, что, если человек служит, это служение. Есть, допустим, когда человек становится диакон, когда человек пастырь, чем выше человек становится, тем больше ему приходится служить людям. Это так в церкви, это, допустим, не в армии, капитан, майор, там чем больше ты становишься в те звания, тем больше ты имеешь в подчинении людей, тем больше тебе подчиняются. В церкви наоборот, чем больше у тебя звания в Господе Иисусе Христе, тем больше у тебя служения, тем больше ты отдаешь людям и Богу свои силы и все остальное. Так нужно служить Господу, и так нужно служить людям. И в конце я хочу сказать, кто наш самый ближний? Ближний – это тот человек, который требует помощи от нас. Это наш ближний. Кто потребует помощи от нас, это наш ближний и есть. И служить нужно людям. Нам как? Нам нужно служить людям, тех, которые нуждаются в нашей помощи. Мы не имеем права мимо них пройти. Так сказал Иисус. Мы должны протягивать сюда руку помощи. Это есть истинные служители Господа Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует...